Многие мечтают найти волшебную таблетку, которая поможет им стать гением и вывести свою жизнь на новый уровень. Но оказывается, таблетки вовсе ни к чему, и это показал в своем примере 24-летний программист из Сан-Франциско Макс Дойч, который решил за год тотально прокачать себя, выполнив 12 сумасшедших целей. Как вы догадались, его главной, 12-й целью была победа над чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсоном. И это при том, что он абсолютно новичок в шахматах, и на подготовку у него есть всего лишь один месяц. Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат, с вами на связи мастер Фида Максима Мариев, и прежде чем посмотреть партию с Магнусом, давайте посмотрим, чего же Максу удалось достичь. В ноябре 2016 года он задался вопросом, на что способен мой мозг, и поставил себе 12 громких целей, которые находятся просто за гранью понимания простого обывателя. Смысл эксперимента был в том, что на освоение каждого навыка давался только один месяц. В ноябре он научился запоминать целую колоду карт менее, чем за две минуты. При том, что мировой рекорд 16 секунд. В декабре он поставил задачу нарисовать автопортрет. Вот как он рисовал до начала обучения. Да даже я лучше рисую, даже в детстве лучше рисовал. Но он обзавелся видеокурсами для художников, и на 15-й день смог нарисовать автопортрет. Получилось, на мой взгляд, довольно-таки неплохо. В январе Макс поставил себе задачу собрать кубик-рубик меньше, чем за 20 секунд. Он уже в школе умел его собирать, но не так быстро. Он тренировался каждый день. У него ныли все мышцы рук. Он даже смазывал специальным маслом этот кубик, чтобы он быстрее собирался. И в итоге, на 22-й день он выполнил цель. Он ставил себе цели не только для своего мозга, но и для своего тела. И в феврале поставил задачу сделать сальто через себя. В марте он поставил задачу сыграть гитарное соло, как Джимми Хендрикс за 5 минут. Ну, про Джимми Хендрикс он не говорил, это я от себя добавил. Начинал он не с нуля. Иногда играл на гитаре с друзьями. Но за месяц смог научиться исполнять шикарное гитарное соло. Послушайте. В апреле он поставил цель провести 30-й день. 30-минутную беседу на иврите о будущем технологии. Ну а в мае уже начались вообще какие-то чудеса. Он поставил цель создать самоуправляемую машину. Он написал программу, которая анализирует видео с камеры на лобовом стекле машины и решает, куда крутить руль и на какие педали сжать. Общие идеи он, конечно же, подсмотрел, в том числе и от компании Google. Но тем не менее, вот как машина под его разработкой едет сама, без участия человека. В июне он поставил задачу идентифицировать 20 случайных нот подряд. Чтобы вы понимали, такой способностью обладают только профессиональные пианисты. И то не все. Но Макс смог это сделать на 27-й день. В июле предстояла ему самая сложная задача, как это ни странно. Вот он текущий момент. Он поставил цель разгадать кроссворд New York Times за один раз. Но это просто чудовищные кроссворды, вы можете их посмотреть. Для выполнения этой цели он зазубрил десятки тысяч вопросов и ответов, которые встречались в кроссвордах этой газеты аж с 2009 года. Но в итоге он справился. В августе он поставил еще одну физическую цель, а именно подтянуться 40 раз. Но это очень мощно, я столько никогда не подтягивался. Вначале он подтягивался примерно 12 раз, но за месяц смог дойти до 40. Но правда техника оставляет желать лучшего. Если честно, такого читинга я еще не видел. Просто наполовину подтягивается. А в сентябре, очевидно, смотревшись рэп-баттлов, решил сам научиться читать фристайл в течение трех минут. Ну вот мы и добрались до самого сладкого. Как вы видели, Макс смог побить все 11 целей, одну за одной. И вот настал черед его главного поединка. Поначалу он, конечно, планировал, что обыграет приложение Play Magnus 26 лет. Но история с ним обрела такую шумиху, что Wall Street Journal заинтересовалась его вызовом. И помогла организовать матч против настоящего Магнуса. Чтобы оценить шансы сторон, давайте посмотрим, какого уровня был Макс. У него был где-то уровень 1100 рейтинг. Ну то есть это даже не второй разряд. Это вообще полный новичок. И разумеется, просто так научиться играть как Магнус, и обыграть его за один месяц он бы не смог. Но Макс надеялся, что существует обходной путь. Вот что он сказал. Если я не смогу выучиться играть в шахматы по-человечески, мне остается делать это как компьютер. И он создал что-то вроде нейросети, в которую загрузил все партии Магнуса Карлсона. И чтобы она разработала идеальные ходы именно против Магнуса. Ну и давайте наконец посмотрим, что же у него в итоге получилось. Партия начинается. Е4. Соперники переглядываются. Магнус не торопится. Но делает свой ход Е5. Конь Ф3, конь С6. И у нас испанская партия. Слон выходит на Б5. Магнус немножко призадумался и решил уйти в сторону. Сыграл конь Ж7. Не самое частое продолжение. 2-0. И Ж6. Наверняка этот дебют стал сюрпризом для Макса. Но тем не менее, он нашел сильнейший ход. Д4. Неужели ему удастся выполнить и эту 12-ю цель? Давайте посмотрим. ЕД, конь Д4. Слон Ж7. Коня не зеваем. Слон Е3. Рокировка конь С3. Грамотное развитие. Все грамотно делает Макс. Д6. И здесь последовал ход конь Д5. Магнус после партии сказал, что Макс молодец, сыграл очень хорошо. Но вот этот ход говорит о том, что напротив него сидит новичок. То есть это ход неграмотного шахматиста. Ну действительно, какой смысл? Просто два раза ходим в дебюте одной и той же фигурой. Здесь можно было развить ферзя, ладью. А конь Д5 ход не имеет какого-то смысла. Ну и в итоге Магнус просто съел. Конь идет на Е5. Ладей Е1. Здесь Макс вспомнил то, что нужно развивать фигуры. Конь Ж4. Нападение на слона. Ну и здесь случилась вторая ошибка. Ферзь Ф3. Все-таки лучше было сыграть С3, чтобы укрепить коня на поле Д4. А вот после хода ферзя в 3, Магнус ответил очень жестко. Ферзь Х4. Ну прямо как в партии с Биллом Гейтсом. Он всем хочет поставить вот такой быстрый мат. Но Макс-то подготовился получше. И мат не зевает, играет Х3. Конь бьет Е3. Ну и следующий ход, конечно же, всю интригу уничтожил. Потому что Макс съел коня ферзем. Ну, понятное дело, не хочется менять структуру. Все-таки надо было брать вот так. ФЕ на слон Д4. Ну, конечно, без пешки остаемся. Причем даже без двух. Но тут какая-то инициатива будет у Биллах. Так что еще игра продолжалась. Ну, разумеется, конечно, позиция в пользу черных. А вот после хода ферзь Е3, Магнус просто забирает коня на поле Д4. Ну и тут уже все ясно, друзья. Просто без фигуры остался Макс. На 14-м ходу. То есть, чуда у нас не произошло. Но как потом он сам оправдывался? Его компьютер не до конца смог обработать алгоритм с партиями Магнуса, чтобы найти идеальную схему против самого Магнуса. И эту работу он выполнил только через неделю. Возможно, вот если бы матч перенесли на неделю, да не, ничего невозможно. Все равно бы Магнус выиграл. Это, конечно, сказки. В эту цель невозможно было поверить. Ну, давайте посмотрим, как партия развивалась дальше. Все-таки Магнус играл упорно до самого конца. Ну вот, вскоре от его упорства не осталось, если да. Слон С3. Ну, то есть, еще зевает ладью просто. Ну, я думаю, что здесь уже не нужно шахматную часть разбирать. Уже все понятно. Просто лишняя ладья, лишняя фигура. Давайте быстро промотаю, как партия закончилась. Вот, как Магнус играет очень жестко. Как он сам потом говорил, он вообще не расслаблялся, потому что случались сюрпризы, то, что он и новичкам проигрывал. И поэтому играл он предельно собрано. Ну, и в этот момент Магнус Карлсон поставил мат своему сопернику. Ну, как вы видите, друзья, для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь, не нужно находить таблетку, как это сделал герой Брэдли Купера в фильме «Область тьмы». Можно просто поставить себе конкретные цели и ежедневно стремиться их достичь. Разумеется, цели должны быть реалистичные. Ну, а не как обыграть Магнуса Карлсона с нуля за месяц, что, в принципе, конечно, было сделать невозможно. Но я надеюсь, что этот ролик вдохновит вас на то, чтобы в этом году внедрить хотя бы какой-то один навык в свою жизнь. Не 12 навыков, а хотя бы один. Какой это навык будет, напишите в комментариях, что вы измените в своей жизни в этом году. Ну, а я вас благодарю за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И я вас вдвойне благодарю за то, что у нас уже 100 тысяч подписчиков на канале. Это колоссальная сумма, особенно для шахматного канала. Поэтому я вас всех очень благодарю. Что мы вместе с вами этой цели добились. Ну и, конечно же, на эту тему вскоре выйдет отдельное видео. И чтобы это видео не пропустить, подпишитесь на канал. Потому что будем штурмовать новые высоты. Ну и кроме этого, рекомендую вам скачать книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». С помощью этой книги вы сможете значительно ускорить свой шахматный рост. Конечно, за месяц Карлсона не обыграете, но Макса Дуйча точно обыграли бы. Поэтому скачивайте книгу и покоряем новые высоты. И поскольку это первый ролик в году, я хочу вам пожелать как можно больше новых побед и развиваться день за днем.